Всем доброго утра! Бегу на йогу к девочкам! Это знаете, хорошо, что мы придумали этот клуб как на работу. Нельзя пропускать, стимул дает. А то бы так вот, как вчера я в понедельник просидела дома, потому что обгорела в воскресенье и чувствовала себя неважно. Ну вот вышла только с мужем на базар, возилась, вы сами видели. Наконец-то в ютубе тоже ответила на комментарии. Простите, пожалуйста, что-то в носе. Вчера у нас пошел дождь. Это, наверное, единственный последний дождь этим летом. Мы там повыдвигали диван. Даже сейчас я его не поставила на место, потому что хочу там помыть сегодня. Приду после йоги и привести в порядок уже мусор собрать там, все за диваном скапливается. Поэтому мы вчера ждали такой дождь. Так было приятно, так было комфортно. Я вчера нейрографику еще нарисовала. Жизнь насыщенная. Кто бы что ни писал мне там, все равно я довольна своей жизнью. то, что имею. У кого есть лучшие, Бог вам помощь. Я искренне рада за вас. А мне, то, что положено под вселенной, от Бога, то есть, и я счастлива. Вот иду и смотрю, какой же красивый сито, да? Столько домов здесь, и очень красивый. Все в зелени, благодать. Почему не должна быть счастливой? Почему не должна довольствоваться то, что есть? Я безумно счастлива, друзья мои. И Батуми у меня сейчас так красиво, так красиво. Если честно, я так скучаю по Батуми. Но и признаюсь вам, что Батуми, когда я еду, у меня совсем не до отдыха, я не вижу эту красоту. Не вижу эту красоту, потому что там очень много у меня дел. Дела, дела, и я не знаю даже, не успеваю следить за днями, как проходит неделя, две, три. Ой, киса, вы посмотрите, где она сидит. Киса! Киса, киса, киса! Ну все, столько кошек сейчас будет здесь. Кто главный у нас на районе? А вот, вот эти кисули. Доброе утро, кисочки! Доброе утро! Вы два братика, наверное? Два братика, отдыхаете. Вот так вот. А тут, по-моему, новая беседка. Я не видела ее, или я не заметила просто. Красивая ситая. Ну, а с этой стороны у нас наши гуси. Да, да, их так много расплодилось. Все, мои дорогие, побежала я, а то меня девочки уже, наверное, задождались. Так как там было мокро, то мы приехали на новую локацию. Дождь вчера прошел сильный, я вам рассказывала, ливень, и вот мы решили приехать вот в такую арену. Ой, это пчела! Ой, я ж нежненько! Когда я шла на йогу, они начали монтировать этот кран. Так это страшно, да, когда смотришь со стороны. Вот так вот перетаскивают вещи. Тут по лифтам, лестницам нет такой услуги. Лифты маленькие и очень удобный метод. Но надо в этот момент поблизости не оказаться для своей личной безопасности. Вчера то, что был ветер, посмотрите опять, какой бардак у меня на балконе. С той стороны я почистила, а с этой стороны грязно все. Я хочу вам рассказать о моем новом госте, который у меня поселился. Посмотрите. Вы видите? Называют дикий голубь. Это очень хорошая примета. А там главное телефон моего мужа, старый, айфон. Батарея в нем распорна, мы ее положили туда. Никак не выбросили. Посмотрите, что она наделала. У меня ковер лежит такой. Видите? Вот веточек она. Думаю, что это такое? Веточки, веточки. И вот два-три дня она уже сидит у меня. Скоро у меня будет пополнение. Отсюда я не вижу, я хочу с вами посмотреть, что там. Интересно очень. Она улетела. Сейчас я здесь хочу убраться. что за шумодраки нет. Каникулы начались. Детки все на улице. А мы вечером сегодня собираемся с девочками все пойти на зумбу. Посмотрим, кто придет. Мне кажется, что это мама вон прилетела. Только что смотрит. Друзья мои, я не только веточки подложила ей, а также положила ей водичку и хлебушек. А потом, если она покушает, ей бургур ей сказали можно тоже. Можно идти дать на лёве, моя халёте. Мамочка. Всем доброго утра, друзья мои. Я уже с утра повесила стирку. Сегодня у меня дела и никуда не выхожу. Что я хотела вам сказать. Я вчера, когда положила хлеб и воду в голубки мои, смотри, почему-то её потом нету. И ночью смотрю нету. Думаю, как она оставила своё яйцо. И ничего не понимала, что произошло. Посмотрите, что с утра. Яйцо разбилось. Я не знаю, как это произошло, что произошло. Ведь я так вчера здесь всё убрала. Хлеб вот валяется. Какая-то борьба, что ли, была. кто прилетел сюда. Вам, наверное, будет отсюда леднее. Ну-ка остался весь хлеб. Хлеба нет. Хлеб поели, но и это, гнезду очень обидно. очень обидно. Я расстроилась. Расстроилась, не знаю, к чему это. Вот моё яйцо вон. Не вылупившийся птенец. Ничего. Мимо меня, как говорится, мимо меня. Эти дни я сидела на арбузе и так проголодалась, так хочется после зомбы кушать. Я решила себе приготовить яйца со шпинатом. А мужа на завтрак из не свежего лаваша сырные такие лепёшки приготовила, картофель пожарила, естественно, наш чайок турецкий, вкусный чай. И в этот раз мы купили помидоры действительно ну очень вкусные. Огурцы вкусные. Всё вкусно. Ашка сегодня проснулся очень рано. Я сижу дома, как я вам сказала, грушу по моему яйцу, которое разбилось. Жду, пока прилетит новая кто-нибудь птичка и родит мне птенца. Приятного вам аппетита, друзья мои. Привет, мои дорогие. сижу. Знаете, чем занимаюсь? Как я сказала, я сегодня занимаюсь своими делами и вот кое-что поделала, я решила немножко сейчас отвлечься и порисовать нейрографику. Начинаю с чистого листа. Нейрографика, я вам говорила, это как один поход к психологу, к психиатру. Вот, когда на душе что-то неспокойное или что, прямо аж мне вот жар, вот какая-то проблема у меня есть, я хочу отпустить или какое-то беспокойство. Есть же разные алгоритмы, поэтому вот я сейчас порисую и продолжу заниматься своими обычными делами. Я бы, знаете, хотела ответить на такой вопрос, сейчас до этого сидела, отвечала на комментарии, и тут мне одна моя подписчица ответила, думаю, такой хороший вопрос, добренький вопрос. Светочка, вы завтракаете и ужинаете, а кофе пьете, фрукты, обеда нет, не обедаете и ужин у всех в одно время, все на балконах, все ужинут в одно время, такой порядок в Турции. Моя дорогая Леночка, мы у нас у всех в Турции, кого бы я не спросила, получается два раза прием пищи, ну и между перерывами, конечно, и фрукты там, и кофе, как вы знаете, и растворимый можно попить, и такой можно попить по-турецки, какой душа пожелает. И, ну смотрите, с утра вот многие мои подруги, которые живут не обязательно в Мерсине, в других городах Турции, ну уже поздно просыпаются, допустим, когда они пенсионеры, там, естественно, им нечего делать и рано вставать, да, они, у них у всех такой распорядок дня и приема пищи, где-то после 12 к часу завтрак и ужин моего мужа, получается, после вечерней прогулки, он ужинает после 9, но он действительно до 3-4 не спит. Вот так вот он как-то сформировал для себя, но я, конечно, не всегда его поддерживаю в этом. сейчас, так как я начала заниматься зумбой, после зумбы, естественно, мне ничего не хочется просьб, только арбузик покушать холодненький и все. А вот последнее время я сегодня только села с ним позавтракать, а так тоже как-то не хочется, наверное, из-за этой жары, скорее всего. Но в отличие от нас, у моих соседей это как традиция, и у меня тоже, у нас тоже это традиция, но соседи делают так это все красиво, такие запахи доходят, пока я тут утром сижу, у них уже к 8 часам пахнет яичницей, какой-то выпечкой, так это все классно, все открыто, поэтому такие запахи доносятся. Ну, а мы как-то вот так вот. Думаю, что ответила на ваш вопрос, Елена. И еще один вопрос, и не только один вопрос в этом видео, а очень часто мне спрашивают, как поживают наши родители, как поживают сестры моего мужа. У них все хорошо, родители в деревне, ну, у них как-то такая одно и то же, каждый день живут, наслаждаются жизнью, занимаются огородом, ну, а сестрами мы не могу даже вам ответить, потому что такой информации нет у нас. Я уже отвечала вам на предыдущих видео, что мой муж обиженный на них, поэтому ни с кем не общается из них и живет спокойно, припевалчи, в отличие от того времени, когда мы с ними общались. Было очень, оказывается, много подводных течений проходило, протекало и проблем. Девочки, мои девочки, вот смотрю на себя, я только накрасила глаза, брови, брови накрасила, а губы я не накрасила. Как они мне нравятся, губки. Вот всем рекомендую татуаж губ. Они не увеличивают, естественно, просто цвет у них красивый, контур, и уже когда я наношу помаду или блеск, то я не пользуюсь контуром. Нормально, правильно же? Рекомендую просто татуаж губ. Так классно на полтора года отдыхать и быть всегда с такими красивыми, яркими губками. В одном из подвидео, в котором я рассказывала и показывала, как я была на зомби, там мне одна женщина сказала, что лет на 55 я выгляжу. Но там еще были женщины в комментариях написали, что Света, не льстите, вы настолько и выглядите. И я моя дорогая и мои дорогие, там не одна, а несколько поддержали ее. Я никогда не стыжусь своих лет, и я никогда не говорю, дайте мне намного меньше. Когда мое богатство с нашим арчином, от них никуда не сбавиться, их избавляю с помощью массажа японского лица, который я делаю постоянно. И я довольна результатами, но я не стараюсь избавиться от них, мои дорогие. И как есть, так и есть. Вы, наверное, не поняли, о чем я хотела вам рассказать в этом видео, что свои же женщины-турчаночки бывают разные, да, те, которые могут сразу негативно как-то отреагировать на тебя, те, которые с душой и сердцем. То есть везде есть такие люди в любой нации. Вот о чем я рассказывала в том видео. И еще мы вчера ходили на зумбу с моей подружкой Катей. Встретили ее тоже очень хорошо. Ей понравилось, и она будет продолжать. Мы вчера после зумбы даже с ней пешком прошли 20 минут ходьбы, быстрая, быстрая такой ходьбы от до дома. Пришла я, конечно, в 10 уже, попозже. Муж тут позвонил, а я как раз на лифте поднималась. зумба вообще супер. И у них там какие-то концерты, и, кстати, их эту команду везде приглашают на какие-то концерты. И наш преподаватель всегда говорит, приходите. Сейчас в форуме в воскресенье в 6 часов концерт, приходите, говорят, участвуйте. Ну, я бы с удовольствием, я люблю такие вещи вообще, никогда не выступала на сцене, мне хотелось бы себя попробовать. Но я еще недостаточно знаю все движения. У меня сейчас будет 8 урок. Да, кстати, я еще что-то хочу с вами вам рассказать. Ждите, смотрите, не переключайтесь. Но в планах, конечно, я очень хочу попасть на сцену. Это моя мечта будет очередная. Но пока еще я не созрела для этого. А еще я хочу с вами поделиться радостью с завтра мы с девчонками едем на пикник. Тинь-ти-ринь, тиринь-ти-ринь. Все расскажу, покажу. Вам будет тоже очень интересно. Так что ждите, лайкайте побольше лайков под моими видео. Давайте поднимем немножко их рейтинг. Слава Богу, вам спасибо и Вселенной спасибо, что на моих видео увеличились просмотры. Все это благодаря вам, мои зрители, любимые. Ну а вы, когда смотрите меня, и я вижу просмотры, у меня больше мотивации. Так что делитесь со всеми с вами знакомыми с моим видео. И у меня, чтобы увеличились подписчики, просмотры, ну и все. Мне тогда будет приятнее для вас снимать, стараться буду. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok